Ставим ногу на одну, отставлять попу. Не все движения для сустава одинаково вредны и полезны. С одной стороны, потом подойду с другой стороны. Нервная система рассылает сигналы и корректирует поведение тела. Единственным способом переучить тело быстро и эффективно является тоната техники. Здравствуйте, друзья и коллеги. Я Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики. И сегодня мы поговорим про тазобедренные суставы. На самом деле тазобедренные суставы это одна из самых больших проблем для взрослеющих людей. Количество протезирования тазобедренных суставов постоянно растёт каждый год. И если вы думаете, что с вами это не случится, то подумайте, с какой стати у вас есть такая уверенность. Где примерно располагается тазобедренный сустав? Вот, вот здесь вот тазобедренный сустав. На самом деле он располагается вот здесь вот. Люди вообще отвратительно представляют где тазобедренный сустав. Даже приблизительно не представляют где тазобедренный сустав. И поэтому он у них может болеть, и они думают, что вообще это не оно. Кроме того, как бы тазобедренный сустав с очень большим резервом по нагрузке. И он как бы сообщает о том, что с ним не в порядке, когда уже правда не в порядке. И в огромном количестве случаев тело долго сообщает, что вот-вот, вот-вот, что-то нехорошее случится. Но мы просто не знаем, как слышать этот сигнал. Сегодня будем говорить о том, что делать, чтобы не делать операции на тазу, не менять тазобедренный сустав. С какой стати количество операций на тазобедренный сустав каждый год стремительно растёт? Дело в том, что тазобедренный сустав является одним из самых нагруженных суставов в нашем теле. Он держит массу всего корпуса, минус одна нога. Кроме того, это происходит ещё на ударных нагрузках, потому что, когда мы ходим, у нас прямо инердия от удара пяткой передаётся на тазобедренный сустав. Помимо прочего, он очень подвижный, то есть сложная организация того, чтобы он и работал, и при этом долго оставался живым. Давайте разберёмся, что такое сустав. Есть две косточки, которые двигаются друг относительно друга. За счёт изменения углов между костями у нас происходит движение. Когда мы изменяем положение в суставе, у нас нога идёт вперёд. Соответственно, для того, чтобы внутри сустава было минимальное трение, концы костей покрыты хрящами. Хрящи постоянно стачиваются и постоянно растут. Если стачивание хряща происходит быстрее, чем рост, то через некоторое время вам потребуется новый сустав, потому что у вас закончится хрящ, и кости будут слишком сильно тереться, это и мучительно, и невозможно. Казалось бы, если хрящ стачивается, давайте не будем двигаться, и свеженький хрящ нарастёт, и вы снова через некоторое время можете прыгать от их козочка. Но нет. Только движение стимулирует рост сустава. Таким образом, мы оказываемся между молотом и наковальней. С одной стороны, ни в коем случае нельзя двигаться, чтобы не стачивать сустав. С другой стороны, обязательно надо двигаться, чтобы сустав себя восстанавливал. И ровно о том, как найти баланс между этими, казалось бы, противоречивыми предписаниями, и будет наше сегодняшнее видео. Казалось бы, неразрешимое противоречие. И здесь мне хотелось бы, чтобы те, у кого есть версии того, каким образом преодолеть это противоречие, остановили видео и написали в комментариях, что вы думаете, как решать эту проблему. Я предполагаю, что то противоречие, когда нам с одной стороны надо обязательно двигаться, с другой стороны категорически нельзя двигаться, может быть преодолено через то, что мы с вами поймём, что не все движения для сустава одинаково вредны и полезны. То есть, есть направления в движении, которые самой природой предназначены под то, чтобы человек в этих направлениях двигал ногой. Соответственно, когда человек выполняет небольшое количество правильных движений, то это обеспечивает правильную нагрузку на тазобедренный сустав и стимулирует рост хрящевой ткани, а с другой стороны, не травмирует хрящевую ткань, потому что это полезное и естественное для сустава движение. Таким образом, для того, чтобы не делать операцию, надо просто ходить. Но, как всегда, есть тонкости. Во-первых, в огромном количестве случаев, когда мы ходим, у нас, например, длина шага с одной и с другой стороны будет различаться. Это будет говорить о том, что всё наше тело перекошено, и таким образом суставы с одной стороны будут испытывать большую нагрузку, чем с другой стороны. Скажу честно, ко мне крайне редко приходят люди, у которых не перекошен таз, и это одна из самых главных причин того, что суставы стачиваются. Но вы не были рождены с кривым тазом, вы его себе как-то длительно зарабатывали, и любое изменение вашей асантии – это по факту изменение тонусов между мышцами с разной стороны. Так, например, перекос по тазу в огромном количестве случаев, в большинстве случаев связано с тем, что у нас ягодица с одной стороны работают хуже, чем с другой стороны. И таким образом любая коррекция работы большой ягодичной мышцы автоматически будет приводить к тому, что тазобедренный сустав перестанет получать так много нагрузки и станет существенно быстрее восстанавливаться. У нас есть отдельный модуль, посвящённый большой ягодичной мышце в нашем курсе «Дорогостоящий массаж». Мы там показываем, как найти, собственно говоря, эту большую ягодичную мышцу, куда не стоит давить в окружающее пространство. Временами это может быть опасно, если вы не соблюдаете технологию. Мы вам рассказываем, как долго эту мышцу надо массировать и как её надо упражнять, для того, чтобы она наконец-то пришла в нормальное состояние. Хочу вам сказать, что это очень востребованная услуга, потому что люди реально не хотят менять свой сустав на титановый, потому что это неприятно и некрасиво. Ну и как всегда, та техника, о которой я рассказываю, это всего лишь одна маленькая ниточка среди огромного цветного полотна в рамках нашего курса и узнать про то, про что этот курс, вы можете перейдя по ссылочке, зарегистрировавшись на наше бесплатное мероприятие, которое покажет вам самые вкусные кусочки нашего продукта. Обязательно переходите и регистрируйтесь, это спасёт и ваш таз, и таз ваших близких. Ну вот мы разобрались с большой ягодичной мышцей, которая вызывает перекос по тазу, но в огромном количестве случаев перекос по тазу является не причиной, а следствием какого-то другого перекоса по нашему организму. И для того, чтобы разобраться, где первопричина, зачастую надо приложить много усилий и много знаний. Но есть волшебный метод, который называется холистический массаж. Он заключается в том, что мы раскачиваем нашего пациента в разных точках. Я взялся сейчас за поддошную косточку и реберные дуди с одной стороны, потом подойду с другой стороны, и вот я так буду раскачивать свою модель на протяжении некоторого времени. А это к чему приведёт? К тому, что в теле есть места, где есть избыточное напряжение, а есть места, где тело слишком вялое. И, соответственно, каждый раз, когда тело покачивается, оно обнаруживает, думает, боже мой, у меня какие напряжённые места, а здесь я какое-то вялое. И каждый раз, каждое повторение нервная система рассылает сигналы и корректирует поведение тела. Если выполнять эту практику по определённой процедуре, есть последовательность того, как это делать, то мы можем вылечить перекосы, даже если не имеем ни малейшего представления, в каком месте они изначально появились. Мы просто выполняем практику по протоколу и получаем результат как расслабление и гармонизацию тела. И каково же будет ваше удивление, если вы узнаете, что на том мастер-классе, про который я говорил чуть выше, тоже есть эта практика, и мы довольно много про неё говорим. Так, двигаемся дальше. И третья причина тоже очень интересная. Мало кто об этом думает, но таз является такой непростой зоной нашего организма. Там у нас, условно говоря, и мочеполовая система, там у нас и выделительная система, условно говоря, прямая тяжка. Конечно же, довольно неловкое место. И в огромном количестве случаев мы делаем вот так вот, сжимаем ноги или ставим ногу на одну, одну ногу на другую. В огромном количестве случаев приучают сводить колени для того, чтобы быть приличной девочкой. В огромном количестве случаев люди испытывают страхи, связанные с сексуальностью, и их вытесненная сексуальность приводит к тому, что приводящая мускулатура таза работает неправильно, что нарушает кровообращение по тазовому региону. Сюда же я бы отнёс и привычку отставлять попу, когда это очень плохо влияет на поясничный регион. Существуют какие-то привычные положения, в которых тело как бы застревает. И мы можем с этим поработать тоже посредством очень простых и естественных движений. Прямо сейчас я вам покажу, как это работает. В рамках той же самой программы по дорогостоящему массажу у нас есть специальный модуль, который называется Тоната техники. Это техники глубокого расслабления. Дело в том, что когда мы говорим про то, как работает наше тело, в огромном количестве случаев то, как оно работает, сопряжено с привычкой, которая сформировалась давным-давно. Ну вот так как-то сложилось, что тело напряжено в некоторых местах, а привычка, может быть, сформировалась где-то в глубоком детстве. И единственным способом переучить тело быстро и эффективно является Тоната техники. Дело в том, что проблемы с тазом и тазобедренным суставом очень часто связаны с тем, что у нас напряжены приводящие мускулы. И если мы начнём очень-очень медленно приводить и отводить колено, каждый раз, когда вы будете доходить до места, где мышечный пучок напряжён, нога будет застревать. Соответственно, работая по этой технологии, вы сможете находить пучки, которые привыкли быть в спазме и вызывать проблемы в вашем тазобедренном суставе. К сожалению, многим может показаться, что здесь ничего интересного не происходит. Это довольно глубокая и мощная техника, которая вам реально понравится, когда вы ей обучитесь. Опять же, переходите по ссылке в описании наше мероприятие по дорогостоящему массажу. Возвращаемся к модели. И вот таким вот образом, если я поработаю хотя бы минут 15 с нашей модели, я существенно снижу риски по проблемам её тазобедренного сустава через коррекцию осанки, через поиск более глубокой первопричины и, наконец, через психосоматическое расслабление. Таким образом, для того, чтобы избежать операции и вылечить ваш тазобедренный сустав, вам надо сделать всего лишь одно действие. Вам надо поставить свой таз на место. А как это сделать, я только что рассказал в этом ролике. Поставьте лайки, напишите комментарии, расскажите вашу историю того, как вы лечили тазобедренный сустав или как меняли суставы вашим знакомым. Насколько это мучительная операция, может это так, я не знаю. Как капли в глаз закапать, не очень приятно, но не страшно. Расскажите про ваш опыт. Ну а с вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматити и одноименного YouTube-канала, где мы обсуждаем актуальные темы, разбираемся в их сути и учимся помогать себе и зарабатывать при этом очень хорошие деньги. До новых встреч, друзья, до свидания.